Почему ZTES в лонг? У нас есть отчет. Мы на постмаркете упали до 50 долларов 62. Минус 10 долларов. Это нормально. На премаркете еще немного упали на 2 доллара. Потом в классическом понимании все шортуют, потому что нужно уходить из этого из стака, потому что просто кошмар. Столько потерять, 25% все бегут оттуда в основе своей. И вот мы там дошли до 46. И где-то, кстати, тут еще объем дичащий, 20 миллионов. Посмотрите на дневку, какие большие объемы. И опасение, какое у нас всегда, когда маркет в таких минусах, не маркет, а стак. Что ведь кто-то может просто тупо закупиться этим стаком. Кто-то же хочет поиметь эти акции, чтобы там в долгосрок сидеть. И он начал закупаться. Вот у него, допустим, задача купить 20 миллионов. Сколько у нас получается? Не знаю. По объему посмотрим. Ну вот решил там купить 10 миллионов акций ZS, которые подешевели на 20%. Ё-моё, на 20% дешевле можно затариться акциями. Ну это я просто рассказываю, как это, не знаю, там идея. И вот он начинает скупать ее от 46. Скупает 47, 48, 49. Он может ее скупать до 60. Условно говоря, да. Вот мы уже пробили хай. А, ну мы еще 3 минуты назад. То, что я говорил, да, когда хай пробьем, это будет очень важный ключевой уровень, потому что это будет хай дня. Все время продавали, а уже хай дня, это значит тот продавец, который либо он уже продал все, что ему нужно было продать, либо он выходит с позиции и он покупает. То есть кто-то продавал, понимает, что уже силы идти вниз на 40 долларов нету, и он покупает. А если он покупает, а еще и покупают те, кому надо, вот и мы растем. И мы можем видеть за 2 часа еще рост, не знаю, там, еще на 2 доллара. Мы, конечно, можем вырасти и больше, но я вижу здесь потенциал до 52. Поэтому заход на 49.40 вполне логичен. И объемы тут еще, скорее всего, еще и придут на лонг. Ну, все может быть, но, короче, я думаю, что я объяснил свою позицию, тем более маркет в плюсе. Маркет плюс 0,55%. И это еще один маленький такой звоночек на лонг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова